Аня и Щук находятся на грани родов, Лиза Василенко подаст суд на Катю Голышеву, Амина вновь уходит с Твича, Милохин оплатил последний крип Маруси, а Влад А4 поставил новый рекорд на канале. Всем привет, это каналок Блогер и сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик и тогда всё будет топчик. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и погнали! Тендерли Бай вновь решила взять паузу со стримами. В телеге Амина поделилась вот таким фото в достаточно измученном состоянии и добавила, что ей необходим отдых, так как в последнее время ничего не получается. С чем это конкретно связано, девушка не пояснила, но зрители предполагают, что она переживает из-за недавних ссор с друзьями, в том числе с Жужо, который сильно отдалился от их компании. Вакантное же местечко стримерши продолжает пригревать Луна Ком. Вчера должен был пройти второй её поток, где они с Максом и Акулой хотели потестить волшебный котёл из детского мира, который проверяли многие другие блогеры. Ради этой игрушки Лина объездила почти всю Москву и нигде не могла найти точно такой же. В итоге, наплакавшись и потратив очень много денег, ей удалось сделать заказ, но уже на сегодня. Короче, в итоге, нашла я этот котёл, везёт мне его до 300, вот, завтра стрим с котлом. Сегодня уже не получилось, потому что я опоздала, только сейчас иду домой, вот. А вот Бустер своим последним роликом на Ютуб покорил не только русскоязычную аудиторию, но и весь Запад. Ещё с начала прошлого года парень загорелся идеей обменять свои редкие скины из компьютерной игры CS GO на настоящую машину. Пару раз он выкладывал объявления с подобным предложением, и спустя несколько месяцев зимой с ним связался парень, который согласился на такой обмен. Да, ролик снимался в январе, но вышел только сейчас. Славе предложили поддержанную BMW в отличном состоянии, которую этот человек покупал за 2 миллиона рублей. Бустеру всё понравилось, после чего он перевёл обещанные скины на аккаунт парня, и сделка состоялась. Это первый подобный случай дорогой покупки в мире за редкие предметы из компьютерной игры. О Славе начали писать многие популярные западные СМИ, а в комментариях выражают респект зарубежные геймеры. Блогера это, безусловно, мотивирует, теперь он хочет купить за скины настоящий дом. Пока во всём мире блокируют соцсети, Узбекистан можно поздравить, наоборот, с разблокировкой. Вчера у них спустя год официально был открыт доступ к Твиттеру, ВКонтакте и Вичат. Также ведутся переговоры с разблокировкой ТикТока. Надеюсь, и Россия когда-то последует их примеру и уберёт ограничения с запрещенной социальной сети Инстаграм, так как это только вредит развитию страны. В ТикТоке, кстати, начали тестировать игры прямо в приложении. Если вам станет скучно, помимо видосов и трансляций, туда добавляют какие-то простенькие приложения, чтобы скоротать время. Не знаю, насколько это будет популярно, а доступ к тестам пока предоставили только пользователям из Америки и Великобритании. Даша Доша, которая продолжает активно снимать в ТикТок, преодолела важную для себя отметку. Вчера её аккаунт набрал 20 миллионов подписчиков, о которых она мечтала ещё с конца прошлого года. Даша поблагодарила зрителей за поддержку и пообещала стараться над контентом ещё больше. А в Вале Карнавал, старайся, не старайся над видосами, всё равно аккаунт заблокируют. Буквально пару дней назад её профиль улетел в бан после публикации безобидного ролика. Модераторы быстро всё вернули, но часть контента снесли. Вчера же без какой-либо причины страницу вновь заблокировали, и это уже похоже на массовые жалобы хейтеров, а не просто ошибки алгоритмов. Поздравить с рекордом, но уже на ютубе можно Влада А4. Вместе с командой за прошедший месяц они набрали 686 миллионов просмотров, что является лучшим результатом за всю историю канала. Тут, конечно, сыграл фактор лета и практически отсутствие сейчас конкуренции из-за отключённой монетизации. Но парни в любом случае молодцы и желаем им дальнейших успехов. Ватерфорк уже вторую неделю находится в большом путешествии, которое затронет многие страны мира. И в процессе у него невольно возникают забавные ситуации с местным населением. Так в Испании всех сильно позабавило его имя, особенно при заказах кафе. Один из бариста, мило улыбаясь, рассказала, что в их языке она используется во фразе «давай займёмся этим», чем часто пользуется молодёжь в клубе. Именно поэтому любое упоминание Тёмы вызывает у испанцев неловкость и стеснительную улыбку. В рабочее путешествие скоро отправится и Моргенштерн. Пока у него нет возможности выступать в России, Алишер анонсировал небольшой тур по городам США. С концертами рэпер побывает в Нью-Йорке, Эл-Эй, Сан-Франциско, Сиэтле, Денвере и Майами. Там как раз будут впервые представлены треки из последнего русскоязычного альбома, и один из них Морген собирается записать в прямом эфире. Ему пришла мысль вспомнить времена легендарной пыли и показать весь процесс зрителям. А в своём сообщении Алишер использовал местоимение «Мы», поэтому многие надеются, что к нему приедет слава Мерлоу, чтобы ностальгия в этот раз прям зашкаливала. Стримером собирается стать и Дина Саева. Девушка поделилась фотографиями в своих новых геймерских наушниках и поинтересовалась у аудитории, как они на это смотрят. На её желание наверняка повлияла тусовка Амины, так как последние две недели она много времени проводит с ними. На фотках же Дины, в особенности девочки, разглядели что-то непонятное с её бровями. Кто-то там увидел монополоску, другим просто не понравилась их форма. Почти все комментарии забиты подобным содержанием. Но если кто-то не в курсе, блогерша специально их не выщипывает, так как решила устроить небольшой эксперимент. Ночные мысли не дают покоя, и я решила с этого дня не трогать свои брови, потому что мне стало дико интересно, как они себя поведут. Естественно, есть вероятность, что я могу сорваться. Это имеет место быть. На связь впервые за последние два месяца вышла Лиза Василенко. Она вновь погрузилась в какую-то депрессию, появилась апатия ко всему происходящему. Но недавно всё начало нормализовываться, она даже завела собаку, которую назвала коротко Лу. Больше всего просили дать комментарий по поводу нового клипа Кати Голошевой, где она высмеяла её, Алишу и Ренату за публикацию контента на сервисе OnlyFans. Лиза случайно узнала об этом из пабликов и сейчас даже задумывается подать на неё в суд за авторские права. На фоне всех косяков Дани Милохина у него есть и много добрых поступков, которые он даже не выносит на публику. После недавнего выступления Маруси у неё взяли небольшое интервью про её новый трек «Пазлы». Молодая артистка раскрыла, что не планировала снимать на него клип, так как это как минимум дорого. Но на съёмках настоял Даня, решив даже оплатить все расходы. Как клип вообще не планировался, вот сейчас я раскрою все тайны. Ко мне подпекает Милохин и говорит, надо снимать клип. Я говорю, не хочу или нет смысла. Он сказал, всё, мне плевать, мы делаем, я всё оплачу. И весь клип оплатил Милохин. Димас продолжает заглаживать вину перед Аней из-за их недавней ссоры. Он даже придумал интересную игру, чтобы поднять ей настроение перед родами. Парень вручил жене небольшой мешочек, где есть несколько сюрпризов. Первым она достала вот такую бумажку с непонятным рисунком и оказалось, что это был салют, который они вместе запускали прошедшей ночью. Организм же Ани начал давать сигналы, что она уже вот-вот родит. Резко пропал аппетит, да и в целом начала ворочать от еды. И обычно такое происходит за 4-5 дней до появления малыша на свет. Ещё из последних новостей, блин, меня уже дней 6 просто воротит от еды, я не могу есть, меня очень сильно тошнит. Просто я вспомнила то, как у меня был токсикоз. В любом случае, сегодня будущая мама отправляется в роддом, где будет находиться под пристальным вниманием врачей. Поэтому всё пройдёт в безопасности, остаётся просто ждать. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя, как всегда, завтра на этом же канале, увидимся уже совсем скоро.